Всем привет! С вами Юля. Сегодня суббота, 2 октября. И сегодня я хочу подвести итоги за сентябрь месяц. Сентябрь, на удивление, оказался очень продуктивным. И я этому очень-очень рада, что у меня получилось завершить несколько работ. У меня есть долгожданный старт. И обо всем по порядку. Итак, это набор у нас фирмы Джан Лин. 4 сезона птиц. Данный набор мне подарили. Долго не решалась я приступить к этой вышивке. Ну, потому что очень много процессов всегда. И в нашем совместном проекте, райский сад, я решила, что это вот как раз тот случай, когда нужно браться за вышивку. В наборе у нас была Аида 14 каунта. Я ее заменила на Лион 28 каунта от фирмы Обельхорн. Вот такая вот интересная здесь равномерка с достаточно крупными такими вкраплениями. Да, вот такие вот нитки есть. Толстенькие, наверное, да, отличные от основной нити переплетения. Такая интересная основа. Вышивать на ней, в принципе, приятно. Но вот почему-то у меня были какие-то сложности с этой основой. То, что она для меня вроде бы как скатерть. И какой-то получался дискомфорт. Но это чисто психологический такой мой момент. На самом деле основа очень комфортная для вышивки. Особенно 28 каунт. Очень все хорошо видно. Начала я вышивать данный дизайн именно с весеннего окошка. Наверное, сделаю лучше увеличение, чтобы вам вот так показывать. Не поднимать ее, а именно вот так. Начала я вышивать с весеннего окошка. И столкнулась с тем моментом, что здесь очень много 3 четвертых креста. Очень мелкая схема. И я вот просто была, наверное, не готова к таким препятствиям. Я, конечно, вышивала. А еще с этой игрой я играла в игру в кубик у нас в нашей группе. Поэтому отступать было некуда. И я вот старалась, вышивала вот эти вот цветочки. Здесь просто все 3 четвертые креста, листочки. Все такое мелкое. Часто сменяется нить. И если пропустишь этот какой-то 3 четвертый креста, который не видно из-за бэкстича, потом возвращаться опять закрепляться. В общем, я здесь вот этот небольшой такой фрагмент вышивала очень долго, сложно. Потом я еще перепутала сложение полукреста. Вышила здесь все в 2 нитки. И уже исправляла в конце работы. Бэкстич здесь сложный тоже. Он такой цветной, дробный. Столько деталей. И, в общем, я вышиваю эту работу очень-очень сильно уставала от такой частой смены нитки, деталей. Все такое дробное, мелкое. В общем, я рассчитывала, что это будет отдыхалочка. Сюжетики такие небольшие. И взялся раз, раз, и все, и готово, и вышел. Но нет, оказалась работа очень кропотливой. Вот такая вот здесь птичка еще вверху есть. Интересного окраса. Сине-сиреневого. И бэкстич здесь квадратичный. Такой вот не очень ровный. Я где могла сглаживала какие-то углы. Но он вот такой. Летнее окошко меня порадовало намного больше. Потому что здесь попроще схема. Здесь сложность была вот именно в цветочках, в листочках. Они такие маленькие. Поэтому вот как-то так сложно все и начиналось. Здесь есть участки, где можно повышивать и целую ниточку. И, в принципе, есть где было отдохнуть. Также есть ягодки, которые там и 3 четвертых криста, и листочки. Но, тем не менее, были какие-то участки, где можно было взять и вышить нитку. И даже вот две, как вот в крыше скворечника. Очень яркий, сочный сюжет. Сойка. Еще вот тут какая-то у нас птичка. Ягодки. Не знаю, что это ежевика. Что за ягодки. Ну, в общем, такой очень приятный сюжет. Я вышивала, по-моему, летом. Поэтому мне как раз было все в тему. Все в настроении. Мне все понравилось. Несмотря на какие-то моменты. Вот. И уже в сентябре я взялась за эту работу. Уже так посерьезнее. Потому что СП завершается. И нужно было поднажать. Я взялась за осеннее окошко. Вот осеннее окошко у меня шло уже с огромным настроением. С легкостью. Может быть я привыкла к схеме. Не знаю. Я начинала и по саге. Начинала по бумажке. Как-то вот у меня не шло. А вот осеннее окошко я уже вышивала по бумажной схеме. Только. Может быть я к ней привыкла. И у меня здесь все пошло. Ну и сам дизайн не такой сложный. Здесь вот эти блоки в кормушке. Здесь нет 3 четвертых креста. Здесь вышиваются просто разбросанные эти крестики. Там по 6, по 4. Но они вышиваются. Вот. 3 четвертых креста встречаются в птицах. В листочках. Есть. Да. Но уже как-то меньше. Ну и бэкстич здесь тоже есть. Но в птичках он простой. В кормушке он вообще очень простой. Что здесь нужно обрамить ее по контуру. И сделать вот такую сетку. В общем нет каких-то таких прям вот супер сложностей. И очень мне понравился здесь фон. В одну ниточку. Несколькими цветами. Получается настолько атмосферно. Настолько вот как-то тепло. Уютно. Эти птички такие шубрушные. Может быть все это совпало еще с тем, что... А у нас осень. И мне хотелось вот этих красок. И я вышивала прям с огромным удовольствием. Ну и вышив осень. Соответственно нужно было завершать зимой. Зима в принципе тоже у меня вышивалась уже нормально. Без каких-либо сложностей. Вот. И потихонечку, потихонечку я тоже его вышила. Этот зимний сюжет и бэксич. И длинные стежки здесь вот такие вот. Немножечко такая вот ниточка. Не закрепленная оказалась. Эти закрепила. А это вот ткнуло. Оказалось не очень закреплено. Вот. Вот я их выкладной нитью делала. Эти стежки. Шишки здесь очень много 3 четвертых креста. Но я наверное руку набила и уже вышивала их более-менее нормально. Вот. И бэксич это много в них. Может быть не видно. Все-все линии. Но вот эффект от этого бэксича есть. И шишки получаются такие вот натуральные. Зима-зима. В общем, каждое окошко создает то настроение, которое в общем-то и есть по сезону. Как только заглядываешь в это окошко, если вот так сосредоточиться, заглянуть в это окошко, все. То уже мы чувствуем прохладу, зимы, какой-то холод. Если вот сюда заглянуть, а здесь у нас золотая осень, кружатся листики, птички у кормушек собираются. Такая теплая погода. Может быть есть небольшой дождик, да? Интересно вот так заглядывать в эти окошки. А здесь у нас лето. Гуляем где-то в лесу, на лугу, собираем ягодки, наслаждаемся солнышком, яркими красками. Ну а здесь вот так вот весна у нас, когда природа оживает. Вот. Красивые получились окошки. Конечно, еще здесь есть рамка. Она вышивается одним цветом, и все нужно проходить с бэксичем по этой рамке. Вот. Интересная тоже и рамочка. В общем, работа такая очень интересная, настроенческая. Я еще не придумала, что мне с ней сделать. То ли подушку, то ли картину, то ли, может быть, салфетку, я как-то думаю, может что-то обвязать. Ну не знаю, пока она лежит, должна отлежаться. Так у меня со всеми работами работа должна отлежаться. Я должна придумать и созреть к ее оформлению. Вот. Это первый финиш сентября. Так. Есть еще один финиш. Еще один финиш. Это чудесная игла. Ласковый май. Размер работы 32 на 32 сантиметра. Вышивала, соответственно, по оригинальному набору. Ничего не меняла. Здесь у нас аида 14-го каунта серого цвета. Она была очень-очень плотной, но после стирки стала очень-очень мягкой. По техникам вышивки. Здесь у нас полукрест в одну, в две, в три нити. Крест в две нити и в три нити. Да. Встречаются у нас такие крестики. Вот черные вкрапления темные. В три сложения нити вышивается крест. И где-то белый. По-моему, да, гладыши у нас тоже вышиваются и крестом в три ниточки, и в две ниточки. Вот создается такой объем. Дальше выкладная нить у нас в вазе. Вот эта веточка. По-моему, вот эта тоже веточка выкладная нить. Бабочки вышиваются достаточно непросто, потому что здесь очень частая смена нити. Прямо по крестикам большой разброс. Плюс бэксич цветной. В общем, такие бабочки здесь замороченные. Их здесь много. Вот, видите, бабочки, мотылечки. Также есть французские узелки. Французские узелки мне очень понравились. Наверное, я просто соскучилась по ним, поэтому крутила с огромным удовольствием. Они здесь трехцветные, белые, зеленые. И совсем немножко есть у нас синеньких. Вот здесь вот вкрапления. По крестикам вышивка идет достаточно легко. Но это для меня, может быть, мой сюжет. Знаете, у всех по-разному вышиваются работы. Кому-то легко, кому-то сложно. Вот для меня, в принципе, работа была достаточно легкой, достаточно приятной. И единственное, что вот бэксич был сложный. Именно в ландышах он дробный, совершенно несчетный. Середину клеточки, на пол клеточки нужно было все это считать, вышивать. Вот этот момент, конечно, да, он такой сложный. Ну и вообще бэксич здесь насыщенный. И он цветной, а один цвет переходит в другой. В общем, здесь его много. Нужно быть внимательным. И, наверное, стараться вышивать всегда по ходу. Вот я, когда вышивала эту работу, я ее вышивала. Я ее вышивала снизу вверх. Внизу я сразу выполняла бэксич. Потом я стала торопиться, спешить завершить работу. И уже с середины работы я вышивала, не выполняя стежки бэксича. Осталось это все на потом. Но она потом всегда, знаете, потом всегда сложна. Вот такой момент. Но в целом работой я очень довольна. Мне нравится то, что получилось. И я рада, что я не меняла основу. Потому что она здесь смотрится очень гармонично. Никаких дырочек на цветных основах не видно. Ну, все замечательно. Я очень рада такому результату. Вот. Это моя вторая работа, которая завершилась в сентябре. Большая работа. Поэтому, ну что еще можно пожелать. Все замечательно. Дальше. Что еще у меня произошло в сентябре? В сентябре у меня еще завершилась вот такая вот маленькая помидорка. Это у нас наборчик Милл Хилл. Давно я хотела ее вышить. Купилась. Лежала-лежала. И вот в промежутках я вышила и эту помидорку. Также я хочу вышить еще раз эту помидорку и сделать подушечку. Поэтому вот шармик украшения пойдут именно на второе изделие. А это у меня магнитик. Будет украшать мою работу. Мою работу. Мой процесс какой-нибудь. Буду прикалывать к вышивке и любоваться этой помидоркой. Она такая классная. Прям так и хочется воткнуть сюда какую-нибудь иголочку. Вот. Интересно. А будет магнитить иголочку? Ну, эту не магнитит. Хотя там сильный магнит. Ну, будет просто для красоты. Вот. Что еще? А еще в этом месяце буквально недавно у меня состоялся старт. Но установка тащить я не буду. В этом нет смысла. Потому что там вышито буквально несколько крестиков. Просто напомню, что у меня начался вышиваться мой ангел элегантности. От Dimensions. Серия Christmas, Рождество. Такой раритетный набор. Очень я его хотела купить. Идти по счастливой случайности на распродаже. У Татьяны Славиной я купила этого ангела и еще одного ангела Благовещения. И вот я решила начать именно вот с этого ангела. Потому что мне здесь очень нравится вот эта шубка. Я прям вам, наверное, уже все уши прожужжала. Как мне нравится. Как мне хочется повышевать ее наряды. Ну, девочки, нам все наряды. Да все красоту до девочек. Вот. Поэтому у меня еще есть вот такой вот старт. Что еще? В этом месяце также у меня состоялось два оформления. Больше три оформления. Сейчас, минуточку. Итак, ну, во-первых, у меня выполнился вот такой вот очень яркий летний пинки. Лежала-лежала у меня эта вышивка от фирмы Dimensions. Вот такие прекрасные петушки. Здесь у нас напечатанный фон. Плюс вышивка крестиком, гладью. Тут разные стежки есть. И, по-моему, и стем. И лэйзи-дэйзи, гладь. Ну, в общем, французские узелки. В общем, можно потренироваться на этой работе. Попробовать выполнять какие-то такие стежочки. Здесь что-то вышивается, что-то не вышивается. Вот как этот фон. Здесь только французские узелки вышиваются сверху по петушку. В общем, такая прикольная, классная работа. И я все думала, как мне ее оформить. И решила оформить в Pink Keep. Вот такой вот у меня получился пирожок. Видите, он очень объемный. Здесь идет одна основа, обтянутая тканью. И сверху приклеен на двухсторонний скотч. Вот этот Pink Keep. Он идет из такого мягкого материала. Поэтому в него можно запросто втыкать иголки, какие-то украшения. Такой мягкий, очень яркий, сочный Pink Keep. Ленточка, подвес на пуговках. Такой получился очень яркий, действительно летний. И здесь мой первый пин, который я сделала у меня. Вот был такой пластмассовый петушок. Я его приклеила на обычную швейную иглу. Такую достаточно крупненькую, чтобы было основание. Бусинку сюда подклеила красивую. Вот теперь этот петушок, он также здесь находится. Вот сколько петушков. Ну а петушкам всегда тоже нужны и курочки. Поэтому курочки у меня тоже есть. Они оформились по-другому. Отсвечивает, с солнышкой начинает выходить. И вот так меняются у нас цвета, цветотени. Курочки оформились у меня в багет. Здесь двойное паспарту, белое, вот такое вот бордовое. И темно-красная рама. Получилось симпатично, очень гармонично. Я два раза переоформляла эту работу. Потому что не очень удачно подобрала багет. Ну вот так, мне кажется, будет прикольно. Будет интересно. Будет эта вышивка оформлять. Оформлять и украшать мой рабочий стол. Уже заговариваюсь. Так, и еще одна работа также у меня оформилась в этом месяце. Это мои подсолнухи. Подсолнухи оформляла я сама. Багет нашла у себя дома. Он у меня остался. Ну, эта рамочка осталась, может быть, от фотографий. Я уже не помню. Просто вспомнила об этой рамке. Вспомнила, что у меня есть эти подсолнухи. Мне осенью так хотелось каких-то желтых красок. Вот этой вот осеннего настроения. И у меня был вышед этот сэмплер в 2018 году. Очень прикольный, классный. И я решила оформить. Пусть постоит, меня порадует. И действительно, я очень порадовалась этому оформлению. Порадовалась этой работе. Мне хотелось ее видеть перед глазами. А то вышивки убираются в рулон. И редко мы на них смотрим. А вот так я снова вернулась к этому дизайну. Порассматривала краски. Какие красивые здесь зеленые листочки. Голубенькие цветочки, вкрапления. Основа здесь очень нежная. Мне нравится. Но здесь стекло такое оно матовое. Не знаю, что за стекло. Поэтому не очень хорошая придача. На камеру. В жизни это я, в принципе, вижу. Но на камеру вот так. Покажу. Видите, простой багет. И немножечко он съедает верхушку узора. Буквально по одному крестику. Но мне кажется, это не критично. А вот сверху и снизу есть отступ. Пусть пока стоит. Потом я всегда смогу разобрать эту работу. И опять убрать рулон. Переоформить. Потому что это мое оформление. Очень щадящее. Вот буквально просто. Просто вот так. Видите? Уголки подшиты ниточками. Можно распустить все это. Потом разобрать. Итак, это все мои итоги за сентябрь месяц. Я ими очень-очень довольна. Сентябрь у меня получился урожайным на рукоделие. Две большие работы завершились. Одна маленькая. Это магнитик, помидорка. Также есть оформление. Пин-кип. И две работы оформились в раму. Очень все получилось у меня удачно, успешно. Ну и конечно же есть старт долгожданного, очень интересного процесса. Все очень у меня получилось удачно. Я довольна своими итогами. Ну и теперь мы перейдем к планам на октябрь месяц. Посмотрим, что бы мне хотелось выполнить в октябре. Итак, планы на октябрь месяц. Ну, во-первых, я хочу сосредоточиться и вышивать моего ангела элегантности от Dimensions. Потому что я давно ждала этот набор, этот процесс. И мне, конечно же, интересно повышивать хотя бы хоть какой-то участок. Не знаю, сколько у меня получится. Там неделю-две я буду вышивать. Вот сколько выши, все мое. И, кстати, интересно будет посмотреть за неделю, либо две недели труда, сколько я смогу вышить. Потому что обычно я вышиваю с более частой ротацией. Каждые 2-3 дня меняю процессы. Поэтому особо продвижений как-то не видно. Все вот процессов много, все меняется. А вот когда вышиваешь именно один процесс, сразу видна и скорость, и прогресс. И все намного-намного лучше, в общем-то, продвигается быстрее. Поэтому я хочу вот хотя бы недельку поработать с этим процессом. И посмотреть, что у меня получится. Ну, конечно, буду ориентироваться на настроение. Если уж что-то не пойдет, то я себя, в общем, заставлять не буду. Дальше. Что еще я хочу вышивать в октябре? Я хочу сконцентрироваться на нескольких работах. Не хочу распыляться, потому что и времени мало. И, в общем-то, хочется в этом году сделать еще несколько финишей. И порадовать себя хорошими результатами в этом году. А этот год у меня действительно получается очень продуктивным. Поэтому нужно правильно спланировать остаток времени. И выполнить еще несколько работ, чтобы улучшить еще свои результаты. Так, и следующая работа. Следующая работа. Но я думаю, вы, в принципе, и ожидали, что она должна появиться. Но, конечно же, сколько можно. Я ее все шью, шью и никак не могу завершить. Осталось тут уже не так-то много. Хотя, на самом деле, не на один вечер работы. В принципе, здесь, как видите, все готово. Она у меня постиранная, поглаженная. Ой, какая красота, как она мне нравится. Я прям так рада, что я все-таки смогла. И практически завершила. Ну, чуть-чуть, Юля. Ну, давай уже, соберись. Да, в октябре месяце, не знаю вот как, но обязательно я должна завершить эту работу. Здесь нужно вышить бэкстич и выкладную нить. Работы будет много. Вот в доме нужно завершить бэкстич. Вот здесь у меня какая-то нитка попалась. У меня закончились нитки, чего-то не хватало. Что-то я смотрю, здесь какой-то цвет. Вот прям вот вкрапление. Что-то не то нужно будет исправить. И выполнить бэкстич и выкладную нить. Здесь и, по-моему, чуть-чуть вот здесь у меня еще не дошито. Конечно же, нужно будет постараться. Вот кажется, что что там вышивать этот бэкстич. Ну, вот посмотрите. Видите, вот здесь вот в небе на темном фоне бэкстич, его там очень-очень много, этих веток. Да, выкладную нить сразу видно, но ветки их не сразу видно, но вышивать-то их надо. Я же не оставлю дерево без веток. Вот. И еще нужно будет здесь пошить. А здесь у меня дерево вообще голое. Здесь вот этот весь участок вот так будет вышиваться. Здесь много выкладывать нити и полукреста. Вот они, эти деревья, стволы стоят. Видите, вот. Вот. Их нужно навышивать. А это занятие, как вы понимаете, кропотливое. Не на один вечер. И когда вот я шила вот этот участок, я не помню, сколько я дней шила, но не один точно. Три-четыре дня я шила, шила, я просто все, выдохлась. Это при том, что я вот всю работу, когда вышивала, я же понимаю, я все сразу старалась вышивать везде, бэкстич, все, что попадалось, какие-то элементы. Ну вот деревья меня немножко подкосили. Не выдержала я. Какая она красивая. Класс. Вот эти сани, повозка, люди. Ой, надо уже завершить, оформить. Зимата на носу. Вот будет мое зимнее настроение. Оформите и повесите. Пусть меня радует. Какая красивая работа. Dimensions умеет нас радовать. В общем, это должен быть финиш. Не знаю как. Прям вот если я не сделаю, мне будет стыдно перед вами и собой. Поэтому я вот так озвучиваю, что мне нужно обязательно доделать эту работу. Так, что еще? Минуточку. И еще один процесс, который мне нужно продвинуть, так как я с ним вступила в совместные проекты. Я люблю Стоник Рик от Ольги Хобби Арт. И нужно до конца года завершить этот маленький, но очень непростой дизайн. И на каком этапе я нахожусь. Я вот вышила здесь буквально с самое-самое начало. Как вы видите, вот такой вот небольшой фрагмент у меня вышит. И в октябре месяце мне нужно вышить, ну вот заборчик. Хотя бы хотелось бы вышить этот заборчик. Здесь цветочки, птички. Схема непростая. Она очень насыщенная по цветам. Конечно же здесь нет прям такой сложности, как 3 четвертые креста. Часто смена нити есть, но нет прям одиночек. А вот часто смена нити есть. Вот. И смотрите, что у меня здесь уже вышилось. Очень красивый бордюр. Мне нравятся эти разноцветные скворечники. Здесь достаточно много цветов в этих скворечниках. По-моему, по 5 оттенков. Прекрасная надпись. Вот эта надпись. Home Sweet Home. Вышивается, по-моему, 5-ю, либо 6-ю цветами. Создавая эффект перехода. Как будто это у нас нитки ручного крошения с переходом. Что-то такое. Вот. И здесь я приступила уже к травке. Где начинается у нас заборчик. Вот. Вот такой интересный, симпатичный дизайн. И этот симпатичный дизайн у нас укомплектован. И в этом дизайне у нас 70 цветов ниточек ДМС. Представляете, какая объемная работа по оттенкам. Вот они все здесь. Цвета собраны. Все, чего не хватало, я все докупила. Все укомплектовала. На бобинках у меня организован этот процесс. Потому что я его вышиваю не часто. Ну и ниток здесь каждого цвета нужно совсем немного. Поэтому, чтобы не навешивать, не нарезать, я все укомплектовала на бобиночках. И прямо вот отсюда беру. И сюда же паркую иглы. Вот так вот. Если остается, паркую иглы. Прямо в бобинку. Потом я сделаю ревизию в конце работы. И иглы, конечно, отсюда все повынимаю. А пока меня так устраивает такая организация. Вот. Планы, как видите, у меня не большие. Не наполеоновские. Но эти планы, я думаю, для меня более-менее реальные. То есть здесь мне нужно продвинуть. Ну сколько продвину, столько продвину. Вообще бы в идеале хотелось вышить заборчик. Но что получится. Я думаю, в течение месяца, как там я уж должна справиться с этим заборчиком. Вот. И пэкстич на моих зимних радостях я уж как-то тоже выделю. Может быть, выходные и довышиваю. Все это тоже очень реально. Ну и девушку просто буду вышивать. Здесь у меня нет каких-то планов, сколько нужно вышить. Буду вышивать. Сколько вышится, столько вышится. Кстати, интересно будет посмотреть, что у меня получится за месяц навышивать. Вот, девочки. Это все мои планы. На октябрь месяц. Вот такие у меня получились итоги за сентябрь. Планы на октябрь у меня сформированы. Приступаю к выполнению. Конечно, буду снимать рукодельные недели. Делиться с вами своими впечатлениями и продвижениями. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. И всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова